Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Две передачи подряд мы беседуем о молитве Ефрема Сирина. Это главная молитва Великого Поста, которая сейчас продолжается, в которой мы с вами все находимся. Друзья, сегодня хотелось бы побеседовать о последнем прошении этой молитвы, которым преподобный Ефрем завершает свою молитву с нашим гостем, экспертом, православным священником, клириком храма святых Бориса и Глеба, протереем Андреем Вичкановым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Последнее прошение. И обычно нас композиция того или иного художественного произведения учит, что вот к этому прошению, к самому последнему, к самому главному все и ведет. Любое произведение заканчивается каким-то моральным выводом, моралью, неким нравственным итогом. И вот здесь мы наблюдаем, хотя с одной стороны все вроде бы как бы тождественно, все является вещами одного порядка, но тоже вот от этой композиции далеко не уйти. И преподобный Ефрем заканчивает словами «Ей, Господи, Царю». Сама по себе формулировка очень красивая, как будто в человеке происходит некий внутренний диалог, внутренний и монолог в том числе, какая-то саморефлексия, самопознание. И нам он дает только лишь финал этой саморефлексии, потому что «Ей, Господи, гряди» для наших телезрителей, поясним, да, значение этого славянского текста «Да, Господи». То есть вроде бы он рассуждал с Богом внутри себя, что ему мешает, что ему необходимо. И потом как будто бы есть некая многоточия, внутренняя мысль сфокусирована максимально на том, что же самое главное в духовной жизни. И вот этот итог нам дается. «Да, Господи, дай мне зреть мои прегрешения и не осуждать брата моего, якоб благословен и сего веки веков. Аминь». Почему самая главная вещь, итог и вывод, к которому приходит Ефрем Сирин, это абсолютное неосуждение другого человека и видение грехов именно своих, а не кого-то другого? Что такое важное таится в видении своих грехов и не в осуждении другого человека? Ну, как ты говорил, это итог того, чем начинается эта молитва. Но если так вдуматься, что мешает нам видеть свои грехи и недостатки? Конечно же, это в первую очередь наша гордость, что является противоположностью смирения. Это как раз-таки праздность, в которой человек не хочет трудиться над самим собой, не хочет видеть то, что в нем есть, и не хочет жить односторонне, одной стороной медали. Его это устраивает. А видеть свои грехи, это значит заглянуть на вторую сторону медали и посмотреть, что же там. И надо сказать, что это видение, оно очень нелицеприятно для души каждого человека, потому что, к сожалению, эта сторона медали говорит о том, что там полнейший бардак. И надо этот бардак, что-то с этим делать, надо наводить порядок, то есть нужно прикладывать дополнительные усилия, нужно трудиться. А ленность, праздность, они очень этому сильно мешают. Пустословие, как проявление тоже лености, значит, тоже это очень мешает, потому что человек в празднословии фактически рассеивается своим вниманием, он выходит из самого себя и гуляет по всему миру, не заботясь о том, что слово может причинить ему лично крайний вред. Соответственно, без смиренно мудрия, без смиренного взгляда на самого себя, видение самого себя тоже как-то не представляется возможным. Ну и понятно, что если ты все-таки смирившись захочешь взглянуть в самого себя, вот, и ты увидишь там, что, в общем-то, хаос и бардак, вот, что там недостатки, что там то, что, в общем-то, для самого тебя-то и неприятно. Да, то есть, одни недостатки, то есть, тот это не так, это не так, и ты видишь, что не только у тебя, но и окружающих людей такая же ситуация, просто кто-то это видит в себе, кто-то не видит в себе. Вот, надо сказать, что видение этого, оно зависит, и в этом видении может помочь и Бог нам. Вот, здесь очень замечательный есть образ для того, понимания того, почему, как Бог может помочь. Вот, дело в том, что наша душа, если в нее не заглянет Господь своей благодатью, она очень похожа на темную комнату, в которой окна замазаны грязью, вот, ну, образно говоря, грехами. Вот, если мы начинаем, как говорится, осознавать свои недостатки, каяться, но, может быть, пока еще не все видеть даже в своей душе, то мы начинаем потихоньку оттирать окна и позволять первым лучикам Солнца проникать в эту комнату. Когда это происходит, соответственно, появляется видение того, что, ну, хотя бы хоть того, что попадает в этот лучик. Вот, и есть возможность уже навести там порядок. Вот, соответственно, постепенно этот процесс приводит к тому, что, в общем-то, свет может озарить и всю комнату, и становится видно вообще все, все, что есть, вплоть до пылинки, летящей в воздухе. Вот, именно этот свет, это как раз-таки божественная благодать, которая через раскаяние в грехах, значит, проникает в душу человека, очищая совесть человека, вот, и делает так, что мы начинаем в душе замечать то, чего раньше не замечали, как в темной комнате, ты вроде бы в комнате, вроде бы, да, можешь что-то нащупать, но ты не видишь. Вот, именно божественная благодать делает так, что человек начинает видеть то, что не замечал раньше в себе. Вот, поэтому вот именно видеть грехи, это фактически просить, то есть просить видеть свои грехи, значит просить, чтобы Господь просветил душу божественным светом, чтобы мы начали видеть то, что не замечали до этого. Также вот если почитать житие святых, казалось бы, вот если так вот с точки зрения мирского человека, то есть чем ближе человек к Богу, по идее, тем он чище, святее, тем он имеет меньше недостатков, то есть святой человек, это вообще который без греха. Но парадокс заключается в том, что чем ближе человек к Богу, тем он начинает больше замечать своих недостатков. Вот, и если почитать житие святых, то мы обнаружим, что многие святые отцы, когда находились на смертном адрее и уже сияли светом божественной благодати, они даже тогда сомневались, что они положили начало христианской жизни, потому что, когда ты приближаешься ко всесвятому Богу, любая наша святость, она становится карикатурой на святость Божию. Поэтому приближение к Богу как раз-таки открывает человеку, несмотря на то, что он очищается, освящается, убеляется, и, конечно же, становится в этом плане лучше, совершеннее, но приближаясь ко всесовершенному Богу, вот, любое наше совершенство, оно в наших глазах становится абсолютным ничем. А вот такой вопрос. Провидение своих грехов, это, безусловно, ясно и понятно, но вот почему, не только ведь Ефрем Сирин, а вообще, вот, если почитать очень внимательно Евангелие, ну, то есть, чуть глубже, чем просто ознакомление с тем, куда Христос пошел, кого исцелил, что сказал, Почему с такой сугубой двойной силой Христос обрушивается на грех осуждения? Мы знаем фразы конкретно из Евангелия «Не суди, да не судим будешь», но это вот одна единственная известная фраза, вот, а их там немало, и если даже не сама фраза произносится, то, по крайней мере, явление осуждения порицается Христом, когда фарисеи возносятся над мытарями, когда все те, кто отвержены обществом, да, мытари, блудницы, грешники, язычники, Христом принимаются, как вот те, кто обижен осуждением, те, кто обижен человеком, и Христос с невероятной вот силой порицает, еще раз повторюсь, вот, грех осуждения. Что в нем такого опасного для человека таится? Опасность заключается в том, что человек не видит то, что есть в нем самом, вот, и фактически фарисеев Господь обличал в том, что они, что они, будучи по наружности, ведя праведную по наружности жизнь, то есть они, ну, если так мы бы сказали, ну, мирской бы человек, если бы увидел вот их, да, как они себя ведут, что они делают, на самом деле, внешне к этим людям было придраться, в общем-то, и не к чему. Вся проблема у них заключалась внутри. Вот, как раз-таки здесь нужно вернуться к тем мыслям, которые мы проводили в первых двух передачах, вот, потому что здесь прослеживается определенная духовная леность, то есть эти люди не хотели работать над собой, над своим, тем внутренним, что у них было, те грехи, которые у них были внутри. Поэтому Господь, очень замечательный образ здесь в Евангелии обрисовал, Он назвал их гробами окрашенными, которые полны гнилых костей, то есть для всех окружающих они были очень даже красивыми, замечательными, вот, они вели себя безукоризненно, и придраться к ним было не к чему, но Господь говорит, что вы гнилые внутри, вы не занимаетесь тем, что самое главное и важное, вы обмываете внешность сосудов, вот, а оставляя ее внутренность неочищенной. Вот, и здесь, в общем-то, прослеживается очень интересная вещь, то есть можно быть по наружности очень даже праведным человеком, как мы бы сказали, нравственным, но абсолютно бездуховным, потому что нравственность и духовность это две вещи, которые могут идти рядом, но которые могут жить абсолютно своей жизнью. То, что нравственность может быть человек абсолютно бездуховный и даже не религиозный, не верующий, то есть тоже может быть вполне себе нравственным человеком, то есть вести себя так, ну, чтобы мы бы сказали, что, ну, да, хороший человек. Порядочный. Порядочный человек, да. Вот, конечно, можно сказать, что он вступает где-то по своей совести, но если он не верит в Бога, вот, если он, соответственно, он это делает по какой-то своей причине. Ну, предположим, так же, как фарисеи, чтобы их люди хвалили, потому что это, ну, да, это нравится, конечно, что тебя же хвалят, ты добиваешься какого-то авторитета, то есть это, в общем-то, цель, становится целью в глазах таких людей. То есть правильно я понимаю, что осуждение, как явление, это такая форма побега от духовного делания с одной стороны и попытка самооправдания, то есть когда мы осуждаем, мы пытаемся найти человека хуже нас, чтобы на его фоне, на его, на фоне его плохости, так скажем, да, выглядеть в более прекрасном свете. И это успокаивает нашу совесть, то есть это еще и форма самоуспокоения, что можно с собой ничего не делать, есть люди и похуже, как некоторые говорят, ну, вот этот человек 100% в Царствие Божие не попадет, на его фоне я молюсь, пощусь, в храм хожу, Господи, неужели ты меня отринешь, да, то есть это такая форма успокоения, правильно я понимаю, или... Ну, я думаю, что да, здесь есть и такой момент, но здесь видится, вот мне кажется, что здесь еще есть очень интересный момент, который был замечен святыми отцами, надо сказать, что и психологами, значит, нашего времени давным-давно этот момент замечен, что оказывается, что когда мы осуждаем ближнего, мы осуждаем ближнего, скажем так, только в том, что мы делаем сами, лично. То есть получается, что, как говорили святые отцы, если ты хочешь увидеть самого себя, то посмотри в ближнего, как в зеркало, и ты увидишь свои грехи. То есть то, что мы замечаем в ближнем, вот оказывается, мы видим ничто иное, как отражение собственных грехов и страстей. Если бы мы не имели этих грехов, мы бы даже, если бы человек делал бы перед нас этот грех, мы бы не увидели. Так же, как ребенок, который пока что грехов себе не имеет, вот, он не видит греха ни в ком, и ни в каком поступке в человека, не видит греха. Потому что в нем этого лично нету, и ему, как говорится, кроме как собственной святости, да, то есть чистоты проецировать нечего, нечего, да. То есть он видит во всех чистых, да, соответственно, всех замечательными видит. Вот, ему никакой грех проецировать ни на кого не приходится, вот. Ну, в общем-то, здесь, наверное, какой-то определенный психологический аспект есть. Вот, и огромнейшая проблема, причем настолько огромная, что Господь говорит, что если мы будем не осуждать, то фактически этого достаточно, чтобы спастись, то есть не быть осужденными на страшном суде. То есть если мы не будем осуждать, Господь говорит, то, несмотря на то, что у нас есть, собственно, недостатки, на страшном суде они могут выявиться, эти недостатки, Господь говорит, что я вас не осужу за них, за то, что вы не осудили никого. Вот, надо сказать, что в осуждении еще проявляется очень тяжкий грех, вот, который является центральным грехом, на котором растут, созидаются все остальные грехи, это грех гордыни. То есть фактически осуждение – это проявление, ну, скажем так, огромной большой гордыни души человека, потому что осуждать – это значит брать на себя право Творца судить. Вот, эта функция судить, она есть только у Бога. Вот мы, ну, скажем так, Бог не дал им такого, чтобы мы могли судить кого-нибудь, потому что это привилегия его как Творца, вот, и он это сделает обязательно в свое время. А мы в силу того, что, опять-таки, отсутствует, например, целомудрие, то есть целостное восприятие всего окружающего, да, вот, мы не видим то, что, ну, мы не имеем права судить, потому что человек может поменяться. И разбойник, ведь кто первым вошел в рай? Разбойник. Что, о чем говорит? О том, что человек может покаяться и в самый последний момент, и он может войти в Царство Небесное, а ты его осудил, осудил, то есть ты был неправ, получается. При этом я бы хотел вот вспомнить евангельские вот эти вот последние слова, одни из последних слов Христа, что апостол ему говорит, «Я дам вам власть судить в том числе», но это будет в будущем, да, то есть сядете там, Десной, Ашуй, да, там, да, 24 вот этих старца апокалиптических, которые рядом с Богом воссядут и будут судить людей. И вот этот вот образ, мне кажется, как раз говорит нам еще об одном аспекте осуждения. В первую очередь, почему осуждение так порицается Богом, что наш суд очень недальновиден, наш суд очень страстен. То есть мы говорим, лучший судья – это беспристрастный судья, да, то есть это судья, который судит объективно, а не субъективно. Как только наличествует некий субъективный аспект, судья становится лицом заинтересованным, лицом замотивированным, и этот суд становится нечестным, неполноценным. То есть, соответственно, еще одна фраза вспоминается у апостола Павла, но это даже не одна у него фраза, у него, в общем-то, все его 14 посланий пронизаны этой идеей. Преображение человека в ветхого в человека в нового. И вот новый человек, он, наверное, может судить, но новый человек – это тот, который, как сказать, исцелен, да, тоже, кстати, хорошее слово – исцелен, то есть… Который соединился с Богом, который приобрел некую цельность, был раздроблен и, исходя из своей дробности, там, судил по разным вещам, но вот исцелен Богом, то есть стал единым целым, и целым с Богом, и цельным сам по себе, то есть дух, душа, тела вдруг выстроилась в нем иерархия. И вот такой человек может выносить некое суждение, потому что оно бесстрастное, беспристрастное. Ну, наверное, правильным суждением оно является еще и почему. Потому что в таком состоянии, в целостном состоянии, человек, в принципе, ну, пребывает в Боге. Его воля, она совпадает с волей Божьей. То есть такой человек не делает ничего из того, что противоречит воле Божьей. То есть если он выражает суждение, фактически это выражение суждения Божия. Ну, можно так сказать, да. Поэтому, например, у святых отцов в свое время, сейчас, к сожалению, это отсутствует, но было такое подчинение воле старца. То есть находился старец, который полностью покорился воле Божьей, который, соответственно, его ум, разум управлялся Богом. То есть он полностью человек подчинил себя Богу. И, соответственно, подчинение своей греховной воле, подчинился воле такого вот Бога вдохновенного старца. Вот. Ну, была цель. К сожалению, сейчас, как это кажется, такой возможности у нас нету. Вот. Но, по крайней мере, такое было. То есть, да. И вот еще такой вопрос. Успеть бы его нам до конца передачи разобрать. Часто люди, опять-таки, для того, чтобы все-таки осудить, ну, потому что вынести свое суждение по тому или иному поводу, это наше человеческое, слишком человеческое, как говорил Ницше. И вот, чтобы завуалировать вот эту вот возможность все-таки судить, они говорят, да я же не осуждаю, батюшка, я рассуждаю. Вот как мы отличим рассуждение от осуждения? Где грань проходит? Чтобы людям четко ориентироваться, что ты вот сейчас не рассуждаешь, ты осуждаешь. Ну, я эту грань вижу в том, чтобы не переносить грех на личность человека. Вот. А разделять личность человека и грех. То есть, если мы хотим... То есть, нам как-то надо сказать о грехе человека. Вот, на самом деле, в этом осуждения нету. Например, когда я скажу, что, например, ну, то есть, он не блудник, то есть, это прямое осуждение, то есть, перенесение греха на личность человека, да, то есть, выносение суждения человека. Вот. А я, например, говорю о его поступке, например. То есть, он блудит, например, да. Само по себе это не осуждение, а это, значит, обращение внимания на поступок человека. Но, к сожалению, дело в том, что осуждение, в общем-то, это может быть состоянием духа. И очень быстро, если мы, скажем так, все-таки хотим в душе, то есть настроены на осуждение, то есть мы очень быстро можем перейти от разбора поступков человека к осуждению этого человека. К сожалению, да, это может так произойти. Вот поэтому было бы полезно в грехи ближнего вообще не соваться. Если мы увидели грех ближнего, то есть надо сказать, что если Господь не садится в детдом, то напрасно трудятся трудящиеся. Также мы, если Бог не поможет человеку исправиться, то мы можем, ну, что мы можем сделать? Мы можем только просить того, кто может, Бога, чтобы Господь помог исправиться. Вот это фактически то, что мы можем. Мы можем помочь советам, но, к сожалению, очень может часто произойти так, что мы будем советовать то, в чем сами не исправились. И это тоже будет не очень-то и хорошо. Поэтому молитва за ближнего, я думаю, это очень правильный выбор, когда мы видим грех ближнего, когда мы хотим ему особенно помочь. Можно ли сказать о том, что и Ефрем Сирин, в общем-то, вот в своем финальном прошении, он просит растождествить себя и грех? То есть когда он же мог закончить, например, словами «Ей, Господи, даруй мне зреть и себя», ну, то есть понять себя, кто я, что я, в отличие от моего ближнего, да? Но заканчивать словами «дай мне зреть мои грехи». То есть зреть свои грехи — это не только видеть свои промахи и поступки для того, чтобы их исправить, но видеть себя отделенным от греха, да? То есть это вот такая утешительная, мне кажется, тоже практика, когда мы, ее мы, собственно говоря, в таинстве исповеди и покаяния испытываем, когда мы подступаем, перечисляем эти грехи, но одновременно с этим мы говорим «Господи, но это не я». Ну, то есть не то, что не я это сделал. — Сматрекаемся мы на грехов. — Да, да. Грехи, вот у меня эти присутствуют, но, например, то, что я, например, украл, это не значит, что я вор. Господи, это не я, я не вор. То, что я, там, скажем, злословил, я не хочу быть злым, я не злой. Я вижу, что у меня есть тяга к добру. Ну, вот у меня периодически туда крен происходит. И, в общем-то, способность так и растождествить грех в себе, себя и свой грех, да, то есть разомкнуть, дарует великую спасительную возможность также разомкнуть и грех, и ближнего моего. То есть увидеть ближнего в его первозданной сути. Вот, то есть, да, и, в общем-то, мне кажется, это главное делание поста. Вот, то есть на самом деле мы все делаем не для того, чтобы похудеть, и даже, может быть, не для того, чтобы самим стать в чем-то лучше и чище, а для того, чтобы увидеть человека рядом с нами в его первозданной сути, как его Бог сотворил. Моя любимая цитата у Марины Цветаевой, да, «Полюбить человека — это значит увидеть его таким, каким его задумал Бог, и не воспитали родители». Вот, то есть увидеть, каким его Господь задумал, увидеть его, вот ту сердцевину, ради которой Христос и распинался. И будет распинаться на Страстной Седмице, мы это будем вспоминать, и будет его воскрешать в своем воскресении в победе над смертью. И увидеть эту сердцевину в том числе и в нас. Вот, мне кажется, вот как-то вот тут еще тоже, может быть, момент полезный для наших телезрителей. Ну, я думаю, что да, здесь мысль очень интересная, но мне здесь еще видится как раз-таки вот насчет растождествления личности и греха. Вот, если бы мы более глубоко, наверное, поговорили о любви, вот, я так коротко бы, наверное, хотел задеть, это опять момент, и в том, что здесь опять-таки касается любви, правильного понимания именно, значит, задумки Бога. Вот, поскольку Бог нам дал заповедь из-за любви ближнего, как самого себя, вот, соответственно, а кто есть я? Вот, я, в принципе, это икона Творца и Создателя. Вот, и, соответственно, грех, который во мне есть, это вообще что-то чужеродное. Это то же самое, как на иконе грязь. И мы эту грязь пытаемся во время поста отмыть с иконы. То есть, фактически, мы, как бы, вот, икона Творца и Создателя, это вот, то есть, человек, икона Бога, так же, как мы вот иконой Бога кланимся, то есть, мы почитаем образ в этой иконе запечатленный, так же этот же образ есть и в человеке. То есть, образ Творца и Создателя. И, соответственно, когда страшный суд произойдет, как Господь его описал, да, что он разделит, значит, кого по праву, кого по леву, и потом, соответственно, скажет, что вот вы меня, вы меня накормили, напоили там, ну, вот я вкратце говорю, да, когда его спросят, Господи, когда же мы тебе это сделали или не сделали, Господь скажет, что то, что вы сделали одному из малых всех, то сделали и мне. То есть, Бог воспринимает то, что мы делаем по отношению к ближнему, ну, так же, как мы вот иконе кланимся, да, то есть, это почтение, оно восходит к самому первому образу, так же и по отношению к ближнему. То есть, мы — икона, да, соответственно, а грех — это нечто отдельное, чужеродное. Спасибо, Батюшка, за ваши ответы. Возлюбленные во Христе, время нашего эфира на сегодня заканчивается. Завершить хотелось бы словами митрополита Антония Сурожского, которые у меня вспомнились в ходе нашей беседы. Время поста — это время вернуться человеку под собственную кожу. Поразмышляйте над этими словами. Пора возвращаться к себе самому, подлинному, настоящему, первозданному, к борьбе со своими грехами, а не с грехами ближнего своего. Храни всех вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова